Добрый день, мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить разные вопросы, связанные с профилактикой употребления наркотиков, общоактивных веществ и как можно противостоять такому давлению в какой-нибудь рискованной ситуации. У меня в руках сейчас деревочка, и мы сейчас с вами сыграем первую игру, она называется также деревочка. Мы должны будем взяться за руки и, не разжимая рук, передать друг другу эту деревочку, рассказывая, как мы проведем эти каникулы. Я на этих каникулах буду играть на металле, ходить в школу, друзьям, играть в каникулах, буду играть с друзьями, ходить в различные металли и прочее. Я на этих каникулах буду часто ходить в школу, заниматься, гулять с друзьями, проводить, проводить, проводить. Я на этих каникулах буду читать книгу, отдыхать, играть с друзьями. Я на этих каникулах буду ходить в школу, заниматься, проводить. Я на этих каникулах буду играть с друзьями, читать книжки и заниматься. Я на этих каникулах буду играть в компьютерные игры, общаться с друзьями и ходить с ними гулять. Ну, все. Так, а сейчас мы ознакомимся с правил, работаем с компетенциальной информацией. Я рассказываю, буду говорить о себе и о своих чувствах. Правила активной позиции каждого. Правила спящего телефона. Правила слушаем и слышим. И правила стоп-адель. Можете прочитать. Сейчас я вас познакомлю, но сразу не понять, но они я запрещу на этом экране. И все что, можете тоже читать. Что такое вообще активные вещества ПАП? Это препараты, которые употребляют с целью изменения психического состояния и получения эйфории, то есть опьянения. Наркотические вещества – это химические вещества природного или синтетического происхождения, способные вызвать изменения психологического состояния. Все систематические употребления которых приводят к зависимости. Наркопотребление – это употребление наркотических веществ без медицинской необходимости. И наркомания – это заболевание, которому приводят наркопотребление, заболевание, которое отражается на всех аспектах жизнедеятельности. Итак, лично сейчас мы проведем упражнение, спорное упражнение примерно до четыре угла, поэтому все встаем. По углах класса расположены несколько табличек, на доске совершенно не согласен, там согласен, но не знаю, не уверен или здесь совершенно согласен. Я буду выбраться на утверждение, вы должны будете выбрать свой вариант утверждения – согласны вы с ними или нет. Первое утверждение – наркомания – это преступление. Вы все выбрали ответ, что вы совершенно согласны. Олег, расскажи, почему вы совершенно согласны с этим? Ну, потому что это преступление законно. Далее, второе утверждение – легкие наркотики без вредных. Все вы проверили, совершенно не согласен. Маша, почему ты выбрала ответ? Потому что ребят, когда он делал две вещества, он все-таки ряд сделал. Четвертое утверждение – зависимость от наркотиков формируется только после многократного употребления. Хорошо, вы опять поменяли свой ряд в кем. Клина, почему ты выбрала ответ? Потому что если человек по себе маску пробует, то его уже, ну, зависимость начнется. И пятое – последнее утверждение – по внешнему виду человека можно внести в употреблядную точку или нет. Хорошо, в этот раз вы разделились на согласен «но» и совершенно согласен. Малина, почему ты выбрала именно этот порядок ответа? Я согласна, но бывает так, что человеку сразу видно, что он употребляет наркотики, потому что он ведет себя странным образом и у него большие значки. Но бывает так, что он маскируется и можно не понять. И, Настя, сложно ли было понять ответ, который не приняла другая половина твоих отопастников? Ну, не совсем, потому что многие также думают, что человек может не скрываться, и он примерно хватит, ну, допустим, один раз, и ты сразу его не знаешь. Отлично. Все, упражнение закончено. Можно сразу скидывать. Сейчас мы с вами проведем упражнение, которое называется «Конструктор». У вас на всех на стульях есть стикеры с разными цветами. И мы сейчас поделимся на две группы по цвету. У вас на столах лежат таблички с разными составляющими наркомании. Из этих утверждений, вот они, вам нужно выбрать те, которые относятся к тому или иному аспекту. Вам на это дается примерно две минуты. И сейчас вам, вы должны будете прикрепить на доску вот эти, то что вы сделали. Всё, всё. И сейчас вам, вы должны будете прикрепить на доску вот эти, то что вы сделали… и рассказать краткое сообщение об этом. Так, биологическое создающее рекламание открытся, иначе у него развивается крайне теплодородительское состояние, выкручивая суставы, диарея, сильное отделение больше и неудобно. Духовное создающее рекламное относится к человеку становится патриотичны такие понятия и ценности, как любовь, кровь, любовь, обиде, сострадание к слабым и больным. Самое главное. Человек срят нравственные стержни. И сложность на команде сжигается полностью, происходит полная деградация нравственных ценностей. Сама болезнь формирует мощнейшую систему отрицания, сопротивления того факта, что он зависит. Пароэнергетическое вещество присутствует в крови человека, и он уже нуждается в том, чтобы употреблять на работе каждый день или несколько раз в день. Психологически составляющие на кармане. Сама болезнь формирует мощнейшую систему отрицания, сопротивления того факта, что он зависит. Неопределимое, непродовимое, простыми ущерами воли психологическое желание употребить химическое вещество переплетается с изменением характера в отрицательную сторону. Происходит разрушение психики, наблюдается неадекватная реакция на простые обстоятельства в реальности видится искаженным светом. Совестная команда сжигается полностью, и происходит полный деградант нравственных ценностей. Социальная составляющая наркомании. Его социум наполняет то, что связано с добычей и употреблением наркотиков. Человек теряет нравственные стержни. Человек продолжает жизнь в обществе. Зависимый человек перестает быть частью общества. Зависимый человек перестает быть частью общества. Сейчас мы их найдем. Первая ошибка у первой группы была в биологическом составляющей наркомании. Сама болезнь фигурует мощнейшую систему официальной сопротивления того факта, что он зависим. Этот аспект свойственен для психологической составляющей наркомании. Вторая ошибка была в социальной составляющей наркомании. Человек теряет нравственные стержни. Эта ошибка производственна для духовной составляющей. И третья ошибка была в психологической составляющей наркомании. Совесть наркомании сжигается полностью, происходит полная деградация нравственных ценностей. Этот аспект также свойственный для духовно-состряющей наркомании. Теперь мы с вами проведем еще одно упражнение, оно называется «Обоснуй свой вывод». Я дам вам две ситуации, и вы должны будете написать решение этой ситуации. Три аргумента против, и еще три способа отказаться. На этом все дается вам одна минута, а после того, как вы выполните, вы меняетесь листами, и противоположная группа выполняет вашу задачу. После выполнения работы мы проведем с вами также небольшую беседу. Начинаем работать. Так, закончили, отлично. Теперь вы должны поменяться своими листочками, и противоположная группа должна выполнить ваше задание. Миняемся. Но это задание подождается одна минута. Так, прошла уже... Чуть больше минуты прошло. Ой, закончили с... Своими заданиями. Теперь мы снова гоняемся листами с противоположной командой. И теперь вы должны будете зачитать ситуацию и ответ на нее. Начинаем с первого. На дискотеке вы познакомились с компанией молодых людей. Среди них был молодой человек, который вам понравился. После дискотеки он приглашает вас продолжить веселье с ним и его друзьями. Но вы никого не знаете. Как вы поступите? А давайте лучше в другой раз. Давайте лучше останемся и потанцуем. Давайте лучше пойдем прогуляться. Или давайте лучше идем в кофе. И это не стоит делать, потому что... Мама вызывала кушать, и я иду домой. Это не стоит делать, потому что я не знаю, чего от них ожидать. И потому что они могут быть наркомаными. Вы знали, что они наркоманы? Видите, теперь вторая группа. Четырые цитаты. Какие ответы? Вы проводите время в шумной компании своих друзей. Вдруг замечаете у ваших друзей какой-то сероватый хорошо. Непонятного происхождения. Друзья предлагают вам пробовать этот порошок. Говорят, что станет веселее. Вам очень интересно, но в то же время вы боитесь. Как вы поступите? А давайте лучше написать несколько альтернативных предложений, которые могут выступить в противовес рискованному. А давайте лучше сходим в кино. А давайте лучше пойдем посидим в кафе. А давайте лучше сходим в эту книгу. Этого не стоит делать, потому что я не хочу стать наркоманом. Как минимум три аргумента не в пользу данного предложения. Нам не нужно, потому что нам и так весело. Это вредит нашему здоровью. Из-за этого могут быть проблемы. Хорошо. А теперь мы проведем небольшую беседу. Многие из рискованных предложений могут казаться очень кстати, если вы испытываете какое-то настроение, например, грустное, или ваше физическое состояние у вас не радует. Например, вы устали. Эти ситуации требуют каких-либо острых ощущений. И в некоторых ситуациях это может закончиться употребление наркотических веществ. Что бы такого ни случилось, вы должны запомнить несколько фраз, которые могут вам отбиться от предложений. Покурить что-нибудь или может... Ну, в общем, попробовать какой-нибудь кафотик. Вот прям очень силы на эти кусочки. Вот и подходит наша встреча к завершению. Она была насыщена разной информацией. Сегодня мы узнали много чего интересного и нового. выполнили разные упражнения. Научились избегать каких-то рискованных моментов. Или выбраться из той или иной рискованной ситуации. И нашли, как можно отказаться от наркотиков или чего-нибудь. И мир не такой, какой мы можем представлять себе с одной стороны. Он не черный или белый. Он многоцветный. И чтобы в этом более убедиться, мы сейчас с вами проведем упражнение, которое называется «Силуэт». Сейчас мы вам раздадим фигурки человечку, и вы должны будете их раскрасить по цвету. Нижнюю часть, среднюю и верхнюю часть. Нижнюю часть – это ваше настроение, с которым вы пришли к нам на встречу. Средняя часть – это то настроение, когда вы обсуждали какие-нибудь проблемы или вопросы какие-нибудь. И верхняя часть, то есть голова, это ваше настроение вот на данный момент, когда наша встреча подходит к завершению. Вот у вас здесь значение цветов. Но считается, что он каждый за что отвечает, и разукрасится по вашему настроению. Это и есть на экране, и также вот здесь на доске. Я надеюсь, что вы уже все разукрасили из своих человечков, и сейчас вы должны будете на доску прикрепить то, что вы разукрасили, и рассказать о своем настроении. Давайте прикрепим. В начале занятия у меня было усталое настроение, в процессе очень радостное, а в конце спокойно было движение. У меня все занятия было хорошее настроение. У меня было хорошее, научительное и равновешенное настроение. Отвечал я до конца занятия, но было в общем-то. И включ大家好 я все занятия у меня просто стоила после того как roz his уменчать. У нас еще вот эти два основных,的人 слева. Спасибо всем за участие. И теперь мы проведем финальное упражнение. Мы возьмем на правую руку весь тот багаж знаний, который мы вынесли на этом занятии. На левую руку мы положим то настроение, которое мы получили во время проведения этого занятия. И мы похлопаем к себе и друг другу.